Девушки отдыхают Я пришла за самым лучшим на свете мужем И в этом мне помогут мои подруги Юлия и Анастасия Марина, 29 лет Перед тем, как завязать серьезные отношения Присматривалась к будущему мужу 5 лет Устраивала проверки, изучала круг его общения И в итоге стала его женой Но через 6 лет счастливого брака обдовела Марина менеджер по развитию информационно-новостного портала недвижимости Гордится тем, что вылечила себя от серьезного заболевания И оказывает материальную помощь нуждающимся людям Мечтает открыть косметологическую клинику Предупреждает, что страдает синдромом отличницы Марина не прощает мужчинам малодушие И не признает принадлежности к творческим профессиям Готова создать пару с серьезным мужчиной С математическим складом ума Который состоялся в профессии И морально созрел для того, чтобы заняться благотворительностью Я вас помню, вы были у нас Симпатичная, очень миленькая Эффектная женщина Очень великолепная просто Не знаю, по-моему, просто накрашенная Барби В прошлый раз, когда вы были, у меня было ощущение, что вы проживаете не свою жизнь Вот как будто чужую судьбу примерили Она не по размеру оказалась Поэтому все мимо Давайте напомним про вашего мужа историю С моим супругом мы познакомились, будучи в университете Мы обучались, получали профессию экономистов Там мы познакомились Естественно, произошла вспышка, любовь Через пять лет общения длительно, я считаю, это долго Мы поженились Какая вспышка? У него была другая девушка Была другая девушка до этого И он вам сказал об этом, когда вы пришли какими-то неправдами брать у него интервью Строили ему глазками, он сказал, Марина, вариантов нет, потому что у меня девушка И я не по этому делаю Да, и я отпустила его, потому что А что бы вы, даже если бы вы легли трупом перед ним, он бы перешагнул Потому что у него была другая девушка Все правильно, и я это поняла, я это оценила, отпустила человека У человека продолжались еще два года отношения Не отпустили, конечно, вы, вы за ним наблюдали Вы были в курсе его передвижения Поэтому, как только у него что-то там с девушкой не залазилось Вы тут же подсуетились и начались отношения Нет, я не подсуетилась, а когда человек расстался со своей предыдущей девушкой Он сам меня нашел И захотел со мной пообщаться, узнать поближе Так как помнил о том, что я когда-то проявила к нему симпатию Все эти годы помнил? Да, помнил Или вы давали... Нет, я не давала Не давали себя забыть? Нет, 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 я отпустила человека полностью на два года И человек уехал жить в Америку, в Штаты, попытаться построить какую-то свою жизнь с той предыдущей девушкой Но у них не сложились отношения И вернувшись в Россию, он нашел меня Вы поздравляли его там с Новым годом? Нет, 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 я вообще абсолютно не знаю Марина, посмотрите, так не бывает, тем более в таком молодом возрасте Он видел-то вас один-единственный раз всего Несколько раз Когда вы брали... И что, если бы вы так запали ему в душу, наверное, у него бы стали складываться с вами отношения Не складывается, так не бывает, так только в кино бывает, понимаете? Не складывается, потому что человек был очень преданный и порядочный Поэтому, видимо, он любил Преданный, порядочный и все время выдержал вас в голове Мне не нравится, она какая-то такая вся сделанная Потому что, ну, такое ощущение, что она сразу после салона красоты какая-то кукла такая Может, он вас потом увидел? Потом, конечно, да, вернувшись со Штатов, с Америки Мы еще раз встретились Вы были в курсе его жизни, что он в Штатах, что он поехал с девушкой Да, мы жили в городе, город маленький, все друг друга знают, естественно, все на слуху Ну а что вы не собираете информацию? Что, мужик плохой, что ли? В конце концов, хорошая Ладно, Мариночка, вы поженились, прожили счастливо Счастливо Что за ужас произошел? Почему он погиб? Дело в том, что, когда мы поженились, еще до этого, до свадьбы, он за год устроился работать в авиакомпании в Африке То есть он где-то около трех лет работал в Африке, в разных странах Он летал на вертолетах, он некий... Живя с вами, да? Живя со мной, он меня оставлял, молодую жену, я его ждала дома, обустраивала нашу... Если так любили, почему ребенка не родили? Мы планировали в ближайшем будущем, вот сейчас встанем на ноги, как обычно, наверное, молодые, так задумываются, потому что родители нам не помогали Ну уж не молодые были-то Но мы планировали, потому что сейчас как бы принято, чтобы дети встали на ноги Он же не бедный был И он разбился Да, он разбился, была авиакатастрофа, там, в принципе, достаточно часто очень бьются вертолеты И таким образом получилось, что в 2009 году я осталась одна Грустная история Ужасно просто Ну как-то недолго она скорбила Василиса, сколько процентов случайностей в этой истории и сколько судьба давала знак, что не твой мужчина? Может быть, если бы у них... или такой невозможный... Что не было знака именно этого, я считаю, что это был очень важный пласт вашей жизни Я когда готовилась к программе, читала эту историю повторно, меня тоже обуревали сомнения, я буду откровенна Я посмотрела назад вашу историю, и я могу только подтвердить, что действительно это событие печально имело место в биографии, например Видно по дирекциям, что вы должны были потерять близкого мужчину, действительно, я понимаю, что это правда, после этого я уже не могу с недоверием относиться к Марине Нет, дело не в этом, я совсем другой тебе вопрос задала Я поняла его, насколько... Когда говорят, что дверь не открывать, нельзя в ней очень долго стучаться Может быть, это был не твой человек, может быть, не женись он на Марине, как-то его жизнь была по-другому Понимаешь, Лариса, мы часто воспринимаем счастливый опыт как бесконечный Нам кажется, что счастливая любовь должна длиться вечно А иногда у человека, да, конечно, хочется в это верить, а иногда у человека счастливым может быть опыт пяти-шестилетней данности Да, он трагически заканчивается, но в конечном итоге человек возрождается и идёт дальше Ой, вы меня простите, я сама вдова Ну, наследство-то осталось, вы же наследница в первую очередь Я наследство оставила всё его родителям Почему? Ну, я так посчитала нужным, чтобы начать жизнь с белого чистого листа А может там ничего не было, конечно, можно и оставить? А что там было-то? Ну, вы нажили бы, вы же нажили как жена? Ну, наверное, по закону, может быть, и считается, что она жила, но я посчитала нужным оставить Так что оставили-то? Квартиру, машину родителям оставила Всё, что мне, может быть, и полагалось, но я даже не узнавала, что именно Прямо вот как были без ничего и так уж Нет, у вас была семья шесть лет А вот такое бракное имущество И вдруг вы взяли и отдали Почему? Зачем? Может, такой недорогой был? Вы знаете, я два года не хотела вообще жить И я об этом просто никак-то не думала А мне позвонили через, наверное, месяц в семь, через год нотариус И предложил как-то оформить бумаги Я посчитала нужным, что мне ничего не нужно Она не меркантильная Ну, по крайней мере, так себя позиционирует Что-то важно Я думаю, что если бы она себя позиционировала как меркантильную Шансы были бы минимальны Вам почти 30 лет Да Многое вам в жизни уже пришлось испытать От брака чего хотите, чего ждёте? От брака жду искренних, тёплых, доверительных отношений Жду самого лучшего мужчину на свете И в это именно понятие вклада лучшего Самый лучший мужчина на свете тот, которого мы любим Тот, которого мы любим Кого вы можете полюбить? Я могу полюбить человека, который полюбит меня всем сердцем И будет иметь огромное желание создать семью искренне Так, конечно же, я тёплая Самый лучший А бедного полюбим? Бедного Я не думаю, что бедный мужчина готов иметь семью Всё-таки, ну, как-то хочется Что в семье всё равно должна быть опора Конечно А опора – это мужчина И я думаю, что… Тогда мы денежку с какого пунктика рассматриваем? Ну, я же должна… Ну, не вы же будете сейчас про деньги говорить, правильно? Это ж моя работа Я думаю, это должна… Вы мне так озвучите? Я думаю, что это должен быть уровень такой, чтобы… По крайней мере, на среднем уровне, наверное, возможности обеспечить… Ну, тысяч сколько? Тысяч двести месяц Это отлично Нормально Да Во, всё Я думаю, это… А вы про благотворительность будете рассказывать? А я бы благотворительностью занялась А почему можно заниматься благотворительностью, когда у самой денег нет? Нет, это мои желания, это моя мечта Я как бы, как могу, по мере возможности, я занимаюсь В каком направлении, если не секрет? В благотворительностью Да Мне больше всего жалко… Те, кто нуждается, это дети, это больные дети АПЛОДИСМЕНТЫ И взрослые, больные, которым сложно помочь Но это, скорее всего, в первую очередь дети А вот вы… Вот знаете, сейчас это вот прям проблема большая, честное слово, бабушки Вот дети бросают вообще, там, памперсов не хватает Вы как будете, деньгами помогать? Или вот сами будете приходить, там, судно менять и так далее? Я бы могла, конечно, помочь, но меня на всех, наверное, не хватит Ну, хотя бы пару бабушек возьмем Ну, если была бы возможность и времени А чего же у вас времени-то не будет? Вы же будете благотворительностью заниматься Ну, если буду заниматься, то да Слава колоритная Марина, у вас очень много требований к мужу в будущем Мужчины боятся, а, надорваться, б, не соответствовать, поэтому они уходят с такой заучной формулировкой Это мечты, это мечты Милая, я тебе не достоин, ты еще встретишь того, о котором мечтаешь Да, я знаю, но нет, дело не в том, я не хочу, чтобы мужчина думал, что он надорвется рядом со мной Я, в принципе, сама трудоголик, я считаю, потому что я... А что вашему мужчине будет не позволено? Вранье не позволено, не терплю вранья, не терплю неискренности Скажите, а не все вам говорить, не договаривать и врать, это одно и то же? Нет, это не одно и то же А, допустим, Мариночка скажет, знаете, вот мне говорили Говорит, ну вот ты тут двоих детей-то выкормила Грудь-то надо как-то, вот с грудь что-то делать надо Искренне скажет, любя Вот такая правда вам нужна? Я думаю, человек должен быть очень тактичный И я думаю, в принципе, я хочу... Или вам нужно брошюрку положить Я хочу, чтобы он был воспитанный, интеллигентный и тактичный Я просто смотрю на ее фотографии и сравниваю Мне кажется, она сделала пластику Вот, немножко себе сузила, наверное, скулы Или что-то сделала, может быть, с носом Потому что там на фотках она была совсем другой Не постесняешься спросить? Я, мне не проблема спросить, вообще Нет, но если он хочет, чтобы вы поменяли Вы поменяете? Вот вам как? Она же за умного хочет замуж А за умный хоть как ушки спаниели, я поняла Нет, а умный, он же другими категориями живет Если любит женщину Это если она за того, который перед зеркалом Ну вот который у тебя был последний раз Для того важны имплантанты А если человек любит и у него какие-то другие идеи, другие стремления Другая реальность в виде детей, которых нужно понимать Ценности другие просто Конечно Я думаю, что все-таки это Тип женщины Деловой Это? Да Ни деловой ни разу Почему? Такая, она домашняя Мне интересен На самом деле Мужчина с большой буквы этого слова Буквой М? Как в туалете, да? Большой Мужчина Которого можно на самом деле назвать мужчиной, которых сейчас мало А кто для вас идеал? Идеал? Ну на примере ныне живущих, допустим Ну известных Кто? Владимир Познер Ван Ургант Вот за какие мужчины вы бы пошли, просто не оглядываясь? Если честно, мне нравится Олег Меньшиков Но я его знаю только как актера О его талантах О его игре И он живет далеко и редко бывает в России Спасибо Девчонки, давайте уже как-то будем направлять Марину и ждать жильков Нет, нет, вообще все понятно Я вот самые такие вопросы каверзные По полденег, там квартирки Ну не вам же это об этом говорить Я буду об этом говорить Спасибо Ну мне сложно вам что-либо посоветовать Потому что вы человек четвертого дома Несколько планет в соединении в козероге в четвертом доме Вы на самом деле человек, думающий глубоко И пытающийся думать глубоко Вы в любой ситуации будете пытаться рассмотреть двойное дно И может быть сегодня в наших героях вам что-то удастся С вами вообще сложно говорить о каких-то поверхностных категориях Не только потому что вы себе намечтали благотворительности идеального мужчину А потому что вы действительно живете с этой мечтой по жизни Я хочу так говорить Ну вот да, я надеюсь, что сегодня мы хотя бы какие-то крупинки мечты разглядим Потому что в каждом мужчине они есть Спасибо Да, согласна, спасибо Для меня вы, Мариночка, женский тип непонятный У меня нет таких подружек, приятельниц, родственниц Я не знаю вас, не могу прочувствовать Мне только кажется, что мужчинам с вами тяжело Возможно Я не могу представить вас в ситуации, когда вы себя отпускаете Вот какая вы Без причёски, без ресничек Очень весёлая Какая? Такая же Весёлая Весёлая Мне кажется, я растаю под взглядом её глаз, когда мы туда зайдём После рекламы у нашей невесты состоится первое свидание Не пропустите АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Марина, здравствуйте Здравствуйте У меня достаточно математический склад ума Но я иногда себе всё-таки позволяю Некоторые спонтанные вещи, которые... Некоторую гибкость Спасибо Купки к перьям Это вам Да Добрый дитя Спасибо Что за акцент, Олег, откуда вы? Я по национальности русский, просто так случилось в жизни, что русский не мой родной язык. А в очень маленьком возрасте меня увезли из России в другую страну, где я вырос. Потом я переехал еще в одну страну, и там был еще один, второй родной язык. Америка? Да. Давайте на вас посмотрим, узнаем вас лучше. Олег, 33 года. Генеральный директор интернациональной сети ресторанов быстрого питания. Специалист по Латинской Америке. Гордится тем, что состоит в тайном студенческом братстве. Мечтает завести обезьяну экзотической породы и побывать в местах, где не ступала нога человека. Супруга Олега не выдержала его частых командировок и подала на развод. Надеется, что Марина отнесется с пониманием к его профессиональной деятельности. Сколько лет вы родились? Шесть лет. Успели за это время жениться, развестись? Да. Ребенок родился? Да. На русской женились? Да. Ну вот смотрите, если у Марина история такая длинная и запутанная, а прежде чем выйти замуж, там столько было всего, то вы буквально второй день уже с девушкой познакомствуете в жизни? Да, я считаю, или сразу получается что-то, или если очень долго развивающиеся варианты, ну из моего жизненного опыта, как правило, потом что-то не складывается. Если химия есть и... Если химия есть, сразу надо в кровать прыгать? Нет, это страсть. Сколько вы прожили, проколотились в этих страстях? Года три. Ну, видишь, уже успел и жениться, и развестись. Динамично. А какая была причина для этого? Причина была, мы во всем, в принципе, сходились в нашем уровне интеллекта и в наших идеях. Просто в моем случае у меня жена остановилась на какой-то точке и не хотела дальше развиваться. Ну, она достигла... Ну, ей было достаточно, послушайте, ей было достаточно этого. Она занималась ребенком, семьей. Почему? Куда вы все хотите развиваться? Куда? Ей хватало? Может быть, не развиваться, но просто... Я не мог, я не могу дальше развиваться, если со мной человек, который меня на это не подталкивает. Я должен... Ну, хорошо, ну, в чем это выражалось? Сейчас вы решили поехать куда-то на заработки, а она осталась с ребенком. Ну, уже ничем не удивишь. Ну, как-то уже нет восхищения. А чем раньше ты удивляла? Ну, когда мы как-то вместе шли к чему-то. Она просто остановилась раньше, чем я был готов остановиться. Я хочу больше. Давайте конкретно... Да, это непонятно. Какого развития вы для нее хотели? Развития даже элементарно. Финансово, ну, что можно дальше идти. Понятно. Она должна была еще больше зарабатывать, что ли, да? Нет, я хотел для себя больше, там, допустим... Только зарабатывали бы. Что, ребенок родился на ребенка? То есть, видимо, жена была нужна не для того, чтобы он эти тяготы нес. Перевожу. Нет, не так. А для того, чтобы она... Тяжело жить человеком, который где-то остановил. А ей хватало. Она говорит, Олег, давай дома останемся. Всех денег не заработаешь, любимый. Давай побудем вместе. У нас дитя растет. Я просто стремился, ну, расширять свой круг. А стимулировать вас как надо-то было там? Ну, в смысле, что приготовить? Ну, хотя бы поддерживать. Просто хотя бы поддерживать. У нее была манера больше меня как-то наоборот уже, ну, все, хватит. Но меня тоже останавливать. Всех делать. Если бы, может быть, теоретически она сама остановилась, сказала, ты делай, что хочешь, развивайся дальше, я не буду тебе мешать. Олег, вы мало внимания уделяли жене и ребенку. Вам хотелось куда-то, друзья, рестораны, работа? Я просто видел картину немножко больше. Я прочитал, что вот на ранней стадии у ребенка больше нуждается в матери. Олег, вы сейчас говорите о том, что ваша мужская свобода не должна быть остановлена никем. Вы сейчас заявляете, что когда женитесь, женщина не должна вас держать. Если вам захочется с друзьями встретиться после 12, а она, допустим, захочет спать, то пусть себе спит, пойдете один. Не в этом плане. Она не должна вас контролировать, не должна говорить, что вы там после 12, не должны никуда уходить. В таком случае зачем жениться? Кому это понравится? Никому. Вот нашим российским женщинам, может быть, в Америке, кто-то и будет вас ради чего-то терпеть. А здесь нет, здесь семья понятия еще сохранилась. Но это не каждая на это подпишется. Не каждая подпишется, но если будет чувство взаимного доверия, то почему бы нет? Вот сидит Марина перед вами, красивая. Цельная девушка, знает, чего хочет. Потянете? Я думаю, что да, но, возможно, всегда, я считаю, должны быть компромиссы. 52 искры пролетит, а она не допустит к телу на второй день точно и правильно сделает. Лет 5 за ней должны будете походить. Лет 5 я не буду обманывать. Пока климакс не разлучит. А на какие компромиссы вам бы хотелось, чтобы Марина пошла? То есть что, как вам кажется, из-за ее мировоззрения, чем ей придется поступиться в отношениях с вами? Ну, в плане даже не какой-то приемный компромисс, но чтобы иногда чувствовалось, что где-то кто-то подвинулся. Иногда я, иногда она, само чувство, что человек иногда тебе уступает, это может быть вовседневно. Благотворительность вас не пугает, как перспектива и амбиции Марина? Это что, в Америке это же... Я сам, я просто считаю это за свою слабость, но я очень часто людям помогаю, и вот у меня есть, я пытаюсь немножко... Хорошо, а вы в Маринину сторону боитесь смотреть, может быть у вас уже вспыхнула та самая искра? Может вы уже хвостом ей шнурки развязываете там на сандартах? Милый, а бюджет как вы будете распределять-то? Либо ваши деньги мы делить будем, либо у вас как-то пополам по-американски? У меня простое отношение к бюджету, я абсолютно все... Все отдаете жене? В общем, я не волнуюсь за бюджет. Слушай, они же галадранцы американства средние, живут в нищете. У меня здесь один разговариваем с американцами, он жалуется на свою жену, говорит, она взяла 100 долларов и прогуляла их с подружками. Думаю, боже мой. У нас не разгуляешься на 100 долларов. Думаю, а 100 долларов за семьи, она ему назло поссорившись. И он эти 100 долларов мне уже раз в 5 рассказал про эту историю. А вы 1200 получаете в месяц? Долларов или рублей? Рублей уж, ладно. Ну, это смело. Смело, да? Иногда в долларах можно привезти. И в долларах даже. Бывают такие очень... Давай сюрприз. Хороший герминат. Марина, мы с вами проведем мини-оракул. Здесь вопросы в этих карточках. Некоторые из них могут быть провокационные. Девушка серьезная, но чтобы расслабить какую-то атмосферу, мы будем вдыхать шарики, которые будут, по крайней мере, менять... Вдыхать? Да, вдыхать шарик, который изменит наш голос как-то, чтобы сбавить... Мне тоже вдыхать? Ну, при ответе, может. Серьезно? Да. Но это изменит голос, как-то, может быть, поможет... А это не те веселящие шарики-то, которые сейчас везде продаются? Нет, это не те шарики. Не те, а вы знаете, против, да? Те вот вредные шарики. У меня легкие... А шарики продают хоть веселящий газ. Я вам покажу, я первый, чтобы... Да-да-да. Если я здесь не упаду... Покажу, да, первый. Так, вопросы разделены на категории. Розовый – это секс, любовь. Желтый – это семья, это финансы и меркантильность. Вот вы можете выбирать некоторых тем. Это я первым выбираю, да? Да, вы выбираете. Просто я его читаю. Как всегда за любовь. А, ну, это больше секс. А, это больше секс? Жалко. Ну, ладно. При каких самых необыкновенных я должен доходить в чем? При каких самых необыкновенных обстоятельствах вы занимались сексом? Я должна отвечать, что ли? Да, можно я к вам подойду, а? Хочешь ответить на этот вопрос? Слышь, брат, а давай финансы меня интересуют, да? Где у нас финансы? Вот голубенькие карточки. Синий, да? Но это проверка невесты больше, чем. Да ладно, а я ее посредник. Хорошо. Она, я абсолютно. Если вы выступаете. Да. За какой суммой ты готова переспать с любым мужчиной? А? За любовь. Че-че? Только за любовь. Мне тут одна спрашивала. А если тебе миллион долларов дадут, согласишься? Нет. Роза, а ты? Я – да. И я – да. Нет, миллион, а двоих – нормально. Парни, забирайте своего друга. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 И проходите в свою комнату. АПЛОДИСМЕНТЫ Это была катастрофа. Шарики выгляделы. Нет, шарики. Надо было другие конверты ей брать. Вам понравилось, Олег? Сначала показалось, что он такой застенчивый. Это очень понравилось. Он сел, начал говорить, что он серьезный парень. Но когда дело дошло до его отношений, собственно, с бывшей женой… Скажите, это нормально? Нет причины развода? Я не знаю, наверное… Где есть ребенок? Что она куда-то там его не догоняла где-то, понимаешь, в каком-то развитии. Это неправда, что в этом была причина развода. Вам понравилось? Я не поняла конкретно ни один ответ на ваш поставленный вопрос. То есть человек конкретно ни на что не ответил. Я чувствую, мы неправильно были поняты. Да. Олег-то не мог быть у нас в программе четким и конкретным, потому что соединение Марса, Меркурия, Нептуна в стрельце. Такие мужчины порывисты, норовят ввязаться, ну, не в драку, а в любую сложную ситуацию. Действительно заинтересованы в том, чтобы жизнь была таким вечным бегом и драйвом. И он не понял в своем браке, что крысиная гонка за деньгами в жизни, она далеко не для всех значима. И для женщины, у которой рождается ребенок, даже если до этого она была суперамбициозной, этот ребенок и семья, и этот самый муж становятся самым важным центром существования. Его это не устраивало. Но если учесть, что там еще и вот этот самый Меркурий с Нептуном, это и фантазии, и приврать умеет в обычной жизни. Да, приврать. Не приврать, фантазии. Фантазии, это правда. Он фантазер. Но обманывать я не люблю. Давай поженимся теперь в вашем мобильном. Наберите 0736, Роза и Василиса дадут вам совет днем и ночью. Второй жених готовится к рандову с нашей невестой. А пока реклама. Оставайтесь с нами. В эфире «Давай поженимся» у нас в студии Марина. Идите знакомьтесь со вторым шейфом. Удачи. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы очень красивые. Спасибо. Идите к нам. Здравствуйте, Сима Федоровна. Здравствуйте. Хотел бы представить своего брата. Это Евгений. Очень вредно. Чтобы узнать вас лучше, давайте на вас посмотрим. Тимофей, 44 года. Обозреватель отдела безопасности в крупном печатном издании. Работал военным корреспондентом в горячих точках. Коллекционирует пивные пробки, занимается боксом, увлекается квантовой механикой и подкармливает бездомных кошек. Гордится тем, что выдержал Великий пост. Мечтает, чтобы его дочь выучила русский язык. Предупреждает, что никому не позволит садиться за штурвал его катера. Тимофей полюбил свою будущую супругу за ее безграничное благородство. Но когда ознакомился со списком ее добрых дел, пришел в ужас и принял решение расстаться. Надеется, что у Марины не будет от него никаких тайн. То есть один из пунктов в списке добрых дел был замаскирован под скелет в шкафу? Что там произошло? О чем вы вдруг узнали и удивились очень? Ну это была последняя капля в наших отношениях на самом деле. Что было-то? Так получилось, что она усыновила молодого парня, темнокожего. Не сказав мне об этом, я узнал об этом примерно через месяц после усыновления. Я был бы в шоке. Я тоже. Я сейчас в шоке. Будучи в браке? Мы не были женаты. Но у нас был совместный ребенок уже к тому времени. А почему не женились? Потому что если были в браке, то ваше согласие или несогласие было бы обязательно? Было бы обязательно, да. Но так получилось, что мы не были в браке. А почему? Не вы не хотели? Нет, мы хотели, но вот такие сложились жизненные обстоятельства, что... Ну и чем вам чернокожий ребенок помешал? Вы, который всех собачьих, кошечек привечаете и помогаете? Мне чернокожий мальчик совершенно не помешал. Мне, во-первых, напрягло то, что она не поставила меня в известность. Это уже... Может быть, боялась? Ну потом выяснил, конечно, боялась. Это было как раз сделано из благородства, потому что у парня был спид. Конечно, молодец. Ну, когда человек боится чего-то, он начинает врать и скрывать. Она была, наверное, заранее уверена, что вы не дадите согласия, поэтому и... Ну, в том-то и дело. Она не врала. Это человек, который, в принципе, не мог врать. Она просто промолчала, когда... А кто она была в функциональности? Немка. Она немка была? Да. Это все в Германии происходило, да? Это происходило в Германии. Господи, какая женщина. А ребенку вообще было сколько? Да, вообще для немок это, по-моему, не свойственно. Довольно-таки народ такой очень прагматичный. И когда... Замаливала грехи. Молодец. Ну, при чем здесь замаливать грехи? Просто сердце такое было от природы. За кого-то? За кого-то? Знаем даже за кого-то. А это не могла быть проверочная ситуация для вас? Прошу прощения. То есть не могла она вас ввести в заблуждение, чтобы проверить вашу искренность? Нет, нет, нет. Это совершенно было исключено. Потом я узнал гораздо позже о том, что у него спит, о том, что он потом умер. Когда он умер, тогда я уже узнал. Тимофей, вот скажите, чем вам эта история могла навредить, помешать в отношениях? Тем более вы о ней даже не догадывались. Что деньги выносила из семьи? Нет, нет, совершенно нет. А что? Представляете, какой благородный души человек. Да, конечно, естественно. Но я тогда об этом не знал, о том, что это было именно благородство. Я думал, что она делала это, не знаю, по каким причинам. И когда я пытался это узнать уже потом, она не говорила об этом. А если бы она пришла к вам и сказала бы, Тимофей, я хочу усыновить темнокожего мальчика, больного с ПИДом. Вы бы что ответили ей? Трудно сказать, не знаю. Она знала ответ, что вы скажете, никогда. Но ее сердце не могло остаться каменным по отношению к этому ребенку. Возможно. И по каким-то своим причинам, а я и не нападаю, по каким-то своим причинам она его усыновила. Возможно. А где этот мальчик жил? Не с вами же, раз вы не знали. Ему немецкое государство оплачивало квартиру, комнату. Он был ее учеником, она была учитель... Не была, а есть учительница. И когда она узнала, что у него обнаружился СПИД, и по немецким законам он обязан был покинуть территорию Германии, уехать к себе на родину, в Африку, она сделала вот этот благородный жест. Она продлила ему жизнь еще на год. Там был мир гораздо быстрее. Развивая в Германии такие законы, что больных, инфицированных они отправляют... Ну, по крайней мере, она мне тогда сказала, не знаю, не проверяла. Что ты думаешь про Тимофея и Виталия? Морфей, серьезно. Он взрослый, взрослый, дядька. Ты мужчина еще, а он дядька, понимаешь? Мужик. А как вы расстались? Она пыталась что-то объяснить? Я повторяю, это была последняя капля. А за что вы ее полюбили? Вы же ее полюбили, раз у вас родился ребенок. Ну, естественно, конечно, это были довольно-таки глубокие чувства. Это была любовь. Ну, вот, определенные моменты складывались, они складывались как в копилку. А скажите, а вот, Тимофей, пока у вас был вот этот конфет на букетной, вот эти ее какие-то порывы благородные, они существовали же уже в ней? Наверное, она уже и тогда подкар... Видимо, за это я ее и полюбил. И за это же потом и разлюбил? Нет, ну, видимо, наверное, я оказался недостойный ее. А вы кто в пансиональности? Русский. А вас какими ветрами там в Германии-то занесли? Я получал второй высший. А может быть, она была тем самым мостиком, который ваш статус как-то в Германии закрепил? Нет, наоборот. Я ее пытался привезти много раз сюда, потому что я понимал, что в Германии жить не смогу, я чувствовал там себя человеком третьего сорта. По дочке страдаете? Ну, мы с ней переписываемся и увидимся иногда. Вот у вас огромное желание научить ее русскому языку, а что вам мешало до этого научить ее? И зачем вам это? Потому что мы не общались долгое время. Почему? Керстин вышла замуж, и одним из условий нового папы было то, чтобы дочь никогда не знала, что она наполовину русская. Мне как-то грустно. Скажите, у вас дом-то есть вообще? Ну, я считаю, что для мужчин это не главное. С милым и рай в шалаше. Что вы, если милый атташе? А вы кто? Я журналист. А что, другое не было чего-нибудь-то? А вы смотрите, Марина хочет заниматься благотворительностью. Ну, советоваться будет, наверное. Прекрасное желание. Или помогать? Нет, я просто хочу выяснить. Или можно будет помогать, допустим, белым детям, а черным нет? Потому что меня это до глубины души возмущает. Это я не могу успокоиться. Она бабушкам будет помогать. Нет, я считаю это абсолютным каким-то жлобством нашим российским. Понимаете, это не только вас касается. Это было не в темнокожем или светлокожем ребенке. Дело было именно в том, что она это скрыла. Потому что она знала, что если она вам скажет, вы не разрешите. Потому что если вы были бы так великодушны, как она, не было бы вопроса. Возможно. А вы хотя бы раз-то были женаты, что-то не пойму. Ну, вот так, со штампом. Да, конечно. Вот за этой женщиной? Нет, нет. А уже здесь, в России? Первый брать был. До того, как в Германию. А с ней что не сложилось? Ну, во-первых, она умерла. Я бы не хотел. Понятно. А детей не осталось? Остался старший сын у меня здесь. Сколько ему? 19 лет. А сейчас сына-то встречаетесь? Конечно, естественно. Ну вот. Я-то же думал, совсем прям одинокий. Нет, ну, у меня есть дети. Тимофей, а... Рад, что у меня есть дети. Я с ними поддерживаю связь. Хорошо. Покажите, пожалуйста, что вы приготовили. Я подготовил театральную миниатюру. Это отрывок из «Фауста» Йоханна Вольгенга-Биоте. Это сцена из «Фауста», именно тогда, когда он посредством Мисхистофеля доктор Фауст пытается обольстить свою гречень. Единственное, только нужно произнести одну фразу. Это будет мой монолог. Потом, когда я там покажу там палец, подниму палец, нужно будет произнести вот эту фразу. Заплавок из «Фауста». Я просто очень редко в жизни встречаю улыбающихся людей. Она улыбается постоянно. Мисхистофеля. 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 Духольдес ангисит. Веркан им ненен и им бекэнен. Их глауб им. Верэмпfinden и сих унтервинден. Их глауб им ничт. Дер альумфаса. Дер алья халта. Спасибо. Я надеюсь, вы чувствуете себя грецким? Конечно, безусловно. Спасибо. Спасибо. Проходите в свою комнату. Ну вот, начнем полоскать. Сейчас, брат. Что вы скажете, девочки? Мне кажется, Марина испугалась его, когда стояла на сцене. Пришла напуганная девочка. А вы поняли, что он там читал? Конечно, нет. Но было немножко страшновато. Да, Настя правильно поняла. Нас, брат, не выберут. Вернее, тебя, брат. Ну что же, жизнь продолжается. Скажу о минусах, которые мне, допустим, не очень близки. Это, естественно, то, что в первую очередь, как вы отметили, человек имеет такое вот отношение, ну, наверное, это национализм или расизм. И то, и другое. И то, и другое. И мне это, конечно, не свойственно. Я человек достаточно очень лояльный. Для меня не существует, наверное, каких-то таких жестких границ и рамок. Роза. Ну, мне не понравился его материальный достаток. Ну, в 44 года. А что злилась, Девасе? Ну, ты говорят, что это человек упрямый, очень долго хранящий в себе обиды. И обиды эти имеют свойство накапливаться. Я думаю, что история много глубже, много сложнее, чем мы увидели. Я бы не цеплялась к словам. И мне кажется, что как раз в этом не было ни капли национализма. Меня немножко напряг сюрприз. И даже не просто такой вот хлесткой немецкой речи, которая звучала для меня. Это было криком в прошлое. Почему он выбрал именно этот сюрприз для вас? То есть что было в нем именно адресовано вот вам, как героине, я не поняла. У меня было ощущение, что это той самой дочери, которая не знает русского, куда-то в Германию выкрикнутый вот такой вот, я не знаю, отцовский монолог. Возможно. Совсем скоро невесте предстоит третье свидание после рекламы. Смотри, на продолжится. Оставайтесь с нами. Вы смотрите «Давай поженимся». И я предлагаю Марине встретиться с женихом. Проходите. Марина, у меня не будет второго шанса оставить хорошее первое впечатление, поэтому буду стараться по максимуму. Мои друзья Максим и Константин помогут мне в этом. Очень приятно. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Герхард, с кем вы? Я с моими очень близкими друзьями. Это Максим и Константин. Очень приятно. Давайте посмотрим. Герхард, 33 года. Консультант по развитию бизнеса. Живет в Германии. Мечтает приобрести загородный дом в Европе. Гордится своим интеллектом и умением адаптироваться к любой ситуации. Предупреждает, что любит играть на гитаре по ночам. Возлюбленная бросила Герхарда после того, как узнала, что он идет сватать своего друга на программу «Давай поженимся». Надеется, что Марина будет доверять ему как себе. Слушайте, а чем это этой подруге не угодило программу «Давай поженимся», что она вас бросила из-за нее? Дура какая-то. То есть еще перед тем, как вы пошли на программу? Конечно. Не после, потому что... Ну это не 10 минут назад, точно. Она поставила ультиматум. Ты идешь на передачу, мы расстаемся. Ну хорошо, может быть и не ваша была, раз так получилось. Вы пришли бороться за Марину. Где вы, если у вас сложится все с Мариной, собираетесь жить? В Германии, в России? На данный момент центр жизни в Германии. Есть возможность сравнить две страны. В каком городе? В Берлине. И чего там это у вас? Ну квартира, машина, что там? Квартира, машина. А здесь что? Уже ничего. Как ничего? А невесту куда повезете? Жену будущую? Ну здесь съемная квартира. Геркард, а что с таким голосом? Как будто умирать пришел сюда к нам на программу. Взял и умер здесь. Друзья не помогают. Нет, подождите. Почему все время вы к друзьям апеллируете? А что, для чего они пришли сюда? На прошлой программе он силами друга жар загребал. Сейчас тоже ты предложил ему пообщаться с невестой. Он в тот же раз мячик и друзьям... А перед такой красотой-то он. Запоздавайте вопросы, Марине, что у вас? Что ты как раз я хотел спросить? Что могу сказать? Волосы крашены, ресницы приклеены. Что еще? Это еще не самое страшное. А что тогда? Все остальное свое. Я просто смотрел твои фотографии, как бы и на фотографиях ты отличаешься, нежели вживую. Где лучше? Я хотел спросить... Вживую лучше? Да, спасибо. И хотел спросить, не делала ли ты пластику? Потому что... А как думаете? Важно знать это сначала, чем не знать. Знаете почему? Слышь, в этом году отдыхаю в Швейцарии. Думаю, почему такая красивая пара, и женщина, и мужчина. Почему такие некрасивые дети? Просто страшные, с кем-то носами, с какими-то головами. Просто некрасивые, непородистые дети. Потом доперли. Они же богатые. Все себе подстригли, носы накачали здесь. Вот это все сделали. А детеж, оно родилось же. Вот такое, какое есть на маму похоже. Мне кажется, она очень... Она очень какая-то ненатуральная. Она там, по-моему... Поставила себя... Какое-то превозвращенное какое-то... Какую семью хотите? Опять же, в Германии сидим, пьем пиво. И мне мой друг, который живет в Берлине уже сто лет, говорит... Ой, смотри, смотри, идут лет сорок, говорит, прожили, за ручку держатся. Сейчас, говорит, сядут, покушают, как они говорят. И каждый сам за себя будет платить. Так что... Как вы-то будете в этом смысле? По-нашему, по-россейски или по-немецки? Я стал на ноги в Москве. И Москва это тот город, который меня сформировал. Поэтому я могу как бы жить за пределами России. Но в душе я, конечно, остаюсь россиянином. И подход у меня как бы мужской. Ну, остался вот такой какой-нибудь. То есть вы должны отвечать за женщину, за детей, за семью? Хорошо. Столько лет живете в Германии. Не нашлось немецкой девушки? Или вам что-то в них не устраивает? Почему именно в России за русской? Честно говоря, немецкие девушки, они, конечно, очень деликатные. У них хорошее европейское образование. Но по душевности с русскими девушками, со славянками никто не сравнится. И достаточно посмотреть на Марину, на ее лучезарную улыбку, чтобы забыть обо всех немках сразу. Не знаю, немки тоже очень бывают очень хорошие. Единственное, красота такая довольно холодная, как снежная королева такая. Айс Кёниген, немцы говорят. Что вы в себе исправили бы? Наверное, какую-то саморефлексию. Иногда не хватает вот той капли уверенности, которая меняет мир. А мне нравится закомплексованные, мне нравятся рефлексирующие. Значит, вы живой. Понимаете? Это приятно. Тем более, если вы в этом признаетесь еще. Это здорово. Спасибо. Покажите сюрприз. Ну, я хочу сказать, что как бы здесь не шоу, реальная жизнь. И мне понравилась подружка. Я не знаю, как зовут, как Настя, Анастасия. А Максим не сводил глаз в домике с Марины. А у вас есть молодой человек? Есть. Опаньки. Вот так вот. Вот это да. Мне тоже очень понравилось. А Марина понравилась вашему другу? Я даже анимел. А чем занимаетесь, Максим? Моя основная деятельность – это продажи техники. А квартиры есть у вас? Все есть. И машины есть? А лишь на сколько? 35. А женаты были? Неофициально, но в течение лет. А почему до 35 лет, извините, не были женаты? Да было! Так сложилось. Я 10 лет прожил в гражданском браке, если хотите. Не то, что бы хочу. А он вам нравится? Марин, ваш типаж? А что, хорошенький такой. Вы спортом занимаетесь? Конечно, хорошенький. И занимался, и занимаюсь. Или покушать любите? И покушать люблю. Вот это за... Вот это все. Вот это за мисс. Герхард, пролетаешь. У девушки есть молодой человек. Который сейчас выйдет с табаром. Марина уже все услышала. Не, не па. А сейчас кто-то останется, что-то. Давайте, парни, в свою комнату. Скоро узнаете, кто Марине понравился. Когда у вас день рождения? 06-06. 06-06, интересно. Я очень надеюсь, ты произвел на меня впечатление. Ну, поздравляю тебя. Вот так вот. Руссы и коса вьются волоса. Ну, что вы, как с парнем-то своим? Со своим или с... Со своим. Со своим. Который здесь присутствует. Готовы отказаться? Может, там уже... Нет, не готова. Молодец. Мне мальчик очень понравился. Он очень интересный. А мне Герхард тоже был приятен. Но все равно мы все из Советского Союза. Он тоже наш. Мы друг для друга прозрачны. Нет? Я только хотела сказать, что мне очень понравилось, что Герхард правильно назвал свою болевую точку. Он сказал, что слишком много рефлексирует. И действительно, в гороскопе это описано квадратом Марса в рыбах к Нептуну. То есть он иногда мутный. Цели ставит конкретные, но идёт к ним неявными путями. И мне очень понравилось. Когда человек знает свои болевые точки, знает свои слабости, это не просто достойно уважения. Это значит, что он, наверное, пути к тому, чтобы... Вася, у тебя какая болевая точка? Надо подумать много. На самом деле, программы не хватит. А у меня какая? Тоже много. А самая моя на поверхности? Ну ты гиперчувствительная, выдаёшь гиперреакцию на раздражение. То есть ты чувствительная, и реакция как бы превосходит удар, который наносит. Точно. Верьте ей, люди. А я считаю, что вообще разврат один у нас здесь происходит. Что это такое? Тот раз, он, извините, к одной пришёл, к другой ушёл, с этими друзьями поменялся. А так по жизни раз возьмёт, и с женой поменяется. Извините, он какой-то чувствительный там или нерешительный? Господи, господи, господи. Пришёл к одной, умри, как говорится. Он неисповедимый. Думаю, у других ребят нет шансов. Шансы есть только у нас. Девчонки, кто понравился больше всех? Кто подходит Марине? Сможно вопрос. Мне понравился последний молодой человек. Герхард. Да. Слушай, она понравилась тебе? Она хорошая девушка, но не моя. То есть, если она зайдёт сюда, то с ней не выйдешь? Я очень надеюсь, что она сюда зайдёт, и с ней выйдешь ты. Давайте серьёзно, кто Герхард самоотвод дал? Наверное, его друг. А тебе она понравилась, Максим? Мне понравилась. Понравилась. Такая искренняя, лучезарная, очень лёгкая, самое главное. Как вам мужчины? Мужчины все достойные, все замечательные, и для себя я выбор уже свой сделала. Спасибо. Роза. Знаешь, что, дорогая, мужчина никогда не приходит на одинокую женщину. Он на очередь всегда приходит. Поэтому хошь не хошь, а очередь стоять должна. Я считаю, что Олег очень даже хорошо под эту очередь подойдёт. Его ещё можно даже повоспитывать, собственно говоря. Они, американцы, очень наивные, как говорится. Пусть стоит, пусть создаёт очередь. Я за Олега. Будем ждать, кто стучатся в нашу дверь или не стучатся. Будем ждать. Ты кто? Нет. Я считаю, что нужно присматриваться и прислушиваться к знакам со стороны судьбы. И приход сюда в студию Максима я считаю таким знаком. Потому что для вас лучший типаж мужчины – это воздушные. Вы легче их понимаете. Близнецы, водолеи – это те мужчины, с которыми вам легче общаться. А он оказался близнецом. Я у него тихонечко спросила. Вот насколько с его стороны это может быть продолжительный интерес? Нужно рассматривать. Значит, Леша, выбирайте сегодня Максима точно. Не упустите шансы. Поступайте, как сердце велит. Мы вас в любом случае поддержим. Выражайте симпатию нашим будущим героям. Отправляйте смс их номером по телефону 4-4. Юлия, 20 лет, номер 2064. Студентка. Из-за любви к еде научилась готовить. Увлекается походами по магазинам. Мечтает встретить высокого и красивого брюнета, который по-настоящему ее полюбит. Наталья, 23 года, номер 2065. Танцовщица, работает администратором, увлекается психологией, считает, что это помогает в личных отношениях. Мечтает встретить взрослого, состоявшегося мужчину, с которым сложатся романтические отношения. Ну что, не пошла ты никуда? Нет. Решила никуда не пойти? Да, решила не ходить. Ну, я все равно приглашаю всех выходить из своих ум и поддержать решение Марины. АПЛОДИСМЕНТЫ Сегодня у нас нет пары. Если вы тоже одинокие, заполняйте анкеты на сайте Первого канала и становитесь участником программы. Если вам понравился кто-то из участников сегодняшней программы и вы хотите с ним познакомиться, отправляйте смс с именем героя на номер 4-4. А я Ларисе Гузеевой желаю, чтобы любимый человек обязательно сказал вам. Давайте пожелимся. Удачи. АПЛОДИСМЕНТЫ Я идеальный муж, можно так сказать. Ты расплотись, ты пойди его как-то... Ну, чем, Роза? А то не знаешь, чем. Как бы отговаривали, так как продолжение рода будет братья, ну, просто он у меня носик длинненький. А с другой стороны, если короткие в киносе, то братья только для меня. Бывает лошадь, которая тянет телегу, а она попадала с телега, которую тянули мы. Но я теперь не одна, я с тобой, И словно ангел крылом меня накроет теплом. Любовь!